всем привет дорогие друзья с вами джокер и мы продолжаем строить iphone майнкрафте и остановимся на том как мы в прошлой серии подключили наш сдвиговый регистр вот и я тут сделал еще такую для sim карты штуку вот и также сделал еще вот такой вот вывод номера и также поднял еще наверх на несколько боков на на 5 блоков вверх я поднял всю конструкцию айфона что он действительно выглядел как iphone 4 вот ну что ж так же я сделал батарею и у меня был стрим на ю тубе вот но его потом заблокировали за нарушение авторских прав ну на этом стриме я уже начал делать зарядное устройство то есть я сделал вот такую вот систему которая у нас помогает если мы отключаем если у нас рычаг находится в выключенном план то есть таком положении то у нас будет отниматься как бы наш будет отниматься наша зарядка батарея а если у нас будет находиться вот в таком включенном положении то у нас наоборот будет прибавляться ну что ж сегодня мы продолжим строить наш вот собственно говоря наш iphone да вот и я думаю то что сегодня мы доделаем зарядное устройство то есть вот как он будет заряжаться вот и все я думаю так и начнем делать такую штуку я придумал интересную ну это я расскажу вам чуть позже вот ну и давайте приступим значит что нам нужно сделать нам нужно сделать когда у нас по 3 практически на нуле у нас должны просто убираться наши эти вот блоки а когда батарея не на нуле у нас должны то есть когда батарея уже полная у нас блоки не должны убираться вот так то есть это как то как то так должно выглядеть в общем сюда мы ставим так поршни это мы все подключим с помощью обычного варит стона вот чтобы не париться сильно так вот так мы это все сделаем теперь так это у нас получается то нас единица это у нас двойка да кстати тут я вбил такие вот команды и нам еще нужно будет сделать одну штуку это вот так вот сделать так что вот эти воронки блокировались то есть это мы сейчас сделаем простым способом то есть просто возьмем подведем вот сюда наш стол так вот тут поставим стол и также подведем стол нет не сюда здесь будет а стоп даже будет он потушеный да да значит сюда мы ставим красный факел и сюда мы ставим так у меня почему-то лагает я не знаю почему может какая-то медалка включена давайте сейчас я настрою чанки да вот и расскажу вам немножко о грядущих проектах то есть сейчас я работаю над тремя такими довольно таки масштабными такими проектами вот первый проект это опять же механический робот настроил его не сам строя его совместно с твизом то есть те кто не знают виза . естественно будет на его канал описание вот он там построил робота вот ну я ему написал в к что спросил разрешение можно ли я сделаю начинку данного робота вот и получается мы обои выложим видео на наши каналы вот так ну и он разрешил естественно вот ну и я постепенно начал осуществлять у меня очень много идей по поводу этого робота вот ну и впоследствии я и твиз выложим на канал видео обзор этого робота в общем так ну и также я еще строю два таких больших проекта глобальных ну они пока что остаются в секрете да это пока что секрет так это нужно будет убрать сейчас нам нужно подать сюда сигнал вот сюда это пока что я не буду говорить что это именно будет вот так что такие дела вот так давайте подадим вот сюда такой длительный сигнал так и что она здесь все отлично вот так вот что еще ну не знаю вообще что еще на канале про канал сказать вот ну про видео будет выходить скорее всего только по выходным я конечно буду пытаться среди недели вываживать видео ну это я не обещаю вот так что не пишите мне в личку в контакте когда будет видео и так далее так значит это вот тут нам нужно поставить отвод сигнала ой 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 нет не тут же это бы так сделать чтобы фотофак вот тут уже проблема возникла вот и первые проблемы которые нас так сказать постигли так как бы тут так сделать изловчиться чтобы у нас здесь блин тут рейдстоун получится да никак тоже не получится никак так ой блин 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 печаль надо как-то выкручиваться из этого положения здесь никак нет нет здесь тоже никак не поставишь репитер репитер я вообще хотел сделать это все вот сейчас я секундочку закрою окно чтобы посторонние звуки нам не мешали вот так то я это забыл извините вот давайте как то я не знаю как же тебя вывести то так выводить нет так не получится как же как же тебя вывести то блин ну еще одну мигалку не хочу ставить это будет очень глючно хочу одну мигалку еще одну точнее ставить но я думаю придется поскольку да скорее всего придется ставить одну мигалку так давайте поставим здесь командный блок здесь поставим назад факел и здесь поставим редстоун и где нибудь точно так же вот здесь поставим тоже командный блок вот так точно так же поставим редстоун факела со всех сторон и поставим вот сюда наш редстоун конечно придется действительно придется ставить мигалки но мы их так подключим гуи интерфейсу что они нам мешать в принципе не будут вот значит давайте возьмем теперь сделаем все точно так же внизу поставим мигалки так значит внизу у нас будет чуть по другому конечно все устроено значит мы делаем вот такую вот штуку то есть просто проводим вот такую вот хрень и тут нам нужно учитывать то что у нас будет ммм да места конечно у нас тут маловато сейчас если я поставлю а стоп если я сделаю вот так чего я парю парюсь так значит берем пор так поршень вот таким вот образом давайте их выставим то есть вот так и поставим наши блоки то есть мы сделаем это все чуть проще у нас будет и места много в таком случае и нам будет это все легче сделать так здесь мы сделаем вот такую вот линию из блоков ну примерно вот так да и поставим вот так блок командный нет командный блок мы поставим вот сюда дальше мы поставим сюда компаратор не репитер блок и красный факел так есть да и здесь то же самое мы в принципе делаем ставим сюда командный блок сюда мы ставим компаратор сюда блок и опять рецепт он факел вот таким вот образом вот что у нас получилось так получается когда у нас там выключен кутку интерфейс у нас ага отлично все шикарно значит 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 нам надо будет еще там несколько командных блоков поставить но это мы чуть позже сделаем сейчас ставим вот сюда репитеры ставим вот сюда вход берем хоппера мы естественно это все потом проверим так ставим вот здесь так хоппера и берем редстоун блок ставим вот таким вот образом ой и сюда давайте мы положим какие нибудь блоки вот так теперь давайте поднимемся наверх нет стоп не наверх вниз так берем вот эту команду скорборд objectives IB1 дамми поднимаемся вверх так мне нужно все таки взять компас потому что без компаса мне как-то не очень привычно и ставим вот сюда и изменяем значение на точка 1 вот так то есть подождите IB1 у нас куда подает сигнал я уже не помню если честно ага ага то есть это у нас на прибавление все нет значит вот сюда нужно поставить эту команду и IB1 вот сюда вот так поставить все и здесь изменить тогда получается IB2 то есть вот так на ну вот вот так короче сделать вот таким вот образом что у нас здесь ага у нас здесь будет обновляться это все дело то есть когда у нас попадет здесь окей ладно мы это проверим если что потом баги все профиксим вот а тут мы берем вот эту вот команду вот эту теперь scoreboard objective remove IB1 спускаемся в самый низ и вставляем вот сюда эту команду в один командный блок и в другой командный блок да так control v IB .2 блин .2 вот так пусть будет у нас так в принципе уже готово но нам нужно теперь подключить весь гуин то есть наш гуинтерфейс то бишь когда мы будем включать наш айфон у нас должны включаться вот там вот наши вот эти вот штуки и у нас должно все срабатывать так я не понял что я сейчас сам сказал давайте попробуем подключить наш гуинтерфейс как я уже сказал вот от этих вот блоков так значит спускаем это все дело вниз на несколько блоков вот таким вот образом это мы вот так вот делаем да и кстати многие пишут что я остырил карту айфона нет народ я отвечу что нет я не врал карту я лишь взял карту с чертежом все остальное я делаю полностью сам то есть все все схемы которые здесь на этой карте есть ну кроме конечно естественно вот этой вот схемки это действительно elite club сэсенс я брал когда записывал серию про дисплеи я сравнивал вот этот дисплей и вот эти дисплейчики вот так а ну сколько здесь блоков 1 2 3 4 5 6 6 блоков ну и у нас тоже 6 нет у нас не 6 не 6 да 6 вот и я брал то есть сравнивал как выглядит вот этот дисплей и вот это дисплей а все остальное на этой карте это мое то есть я тут все полностью все я сделал вот за исключением ну вот это вот это вот только дисплейчика это я с помощью циэдита я просто скопировал для сравнения а так все остальное это мое так что не пишите больше в комментариях что я украл взял не украл а взял карту у другого ютюбера вот да карту я взял действительно с чертежом только только с чертежом а остальное все я просто ну не брал в общем так давайте уберем здесь компаратор что мне это обновление не нужно и здесь тоже самое давайте по вести теперь ставим компаратор здесь поставим редстоун ну и перед поставим так объектил например дает моё не компаратор репитер поставим здесь репитер здесь давайте здесь здесь или нет здесь и давайте вот здесь поставили мы репитеры теперь можно просто спокойно провести этот redstone сигнал и теперь при включении нашего гу интерфейса у нас будет срабатывать наша вот эта вот система которая будет опознавать сколько у нас заряда батареи вот так стоп подождите когда мы получается включим уложишь там запитается и тут получается у нас появится стоп 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 нет 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 тут такой вот проблема такая то что если у нас будет сигнал да то у нас как бы компаратору не подать ну то есть он короткий сигнал выдаст с рему в лице вот в чем проблема вообще давайте сейчас еще чем-нибудь тут потворим на этой карте и я перенесу эту карту одиночный режим и мы продолжим смотреть как у нас все это получится хотя давайте нет давайте прямо сейчас я перенесу карту одиночный режим и мы проверим и так все я пошел переносить карту и так я вернулся так надеюсь я снимаю сейчас посмотрю далее снимаю все хорошо так и я еще раз повторюсь я вернулся и давайте проверим нашу батарейку как она будет работать то есть мы нет включать я его не буду потому что мне будет жуткий лаги я просто возьму вот тут подам сигнал у нас разблокируется наш от идет командные блоки и теперь я поднимусь наверх давайте день включу поднимусь наверх активируем нашу батарейку так как как подождите я уже забыл где у меня здесь наш батарейка дезактивирована и где она активирована стоп я вот не помню уже если честно у меня а все 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 я вспомнил так у нас она активирована вот здесь то есть у нас будет подавать сигнал вот сюда стоп а как он тут будет активироваться если здесь нет уже стол на так то есть вот мы активировали гуи у нас тут разболочилось все давайте активируем гуи посмотрим как она там не все пробит я уже есть честно не помню вот она батарейка заработала вот все максимальное значение она приняла и теперь мы спускаемся вниз вот и давайте активируем вот здесь поставим редстоун и проверим как у нас будет дезактивироваться наша батарейка потому что ну смотрите у меня я вот мне терзают смутные сомнения давайте посмотрим как она у нас будет дезактивироваться будет ли она вообще дезактивироваться батарейка это там же нужно еще разблокировать сейчас это все разблокирую дело вот оно вот это тот репитер нужно убрать все вот у нас но так стоп а и b2 у нас же вроде бы это где у нас здесь а вот 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 все я понял даже тут компаратор до да 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 все 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 верно должно быть теперь одно до минус одно деление так давайте подождем пока оно пройдет наше вот это уделение все-таки скорее всего мне нужно будет делать на этом на редстоуне это все дело потому что так у меня не получится ничего так давайте подождем и посмотрим что будет внизу когда у нас батарейка наша разрядится так у нас просто подастся с короткий сигнал по идее и все на блок не заберется значит смотрите что мы сделаем у меня появилась идея вот такая вот идея у меня появилась то есть мы берем вот это вот мы все убираем продлеваем нашу эту штуку вот сюда но это я чисто так для удобства продлил настолько значит ставим здесь наши блоки то есть ну вот тут у нас отнимание идет так есть и теперь мы ставим вот здесь репитер здесь мы ставим буют поршень и здесь ставим BСТ важно вот б то есть блок здесь мы поставим репитер здесь вот здесь задержка так должна быть и здесь мы проведем редстоун здесь мы сделаем тоже самое и по идее у вас должно все робить то есть когда мы у нас батарейка достигнет того командного блока у нас должно все сработать и нас должно еще также здесь все сделаться так то есть вот так и теперь здесь мы тоже ставим репитеры здесь мы ставим так здесь мы проводим redstone так проверим сколько у нас там осталось нашей батарейки у идеи там вообще очень мало все у нас батарейки уже не осталось но почему-то она не сработала все равно этот наш так сказать айби 2 он не сработал а ну давайте проверим почему я не понимаю почему конечно сейчас проверим так почему у нас не сработало айби 2 по моему тут не та команда нет айби 2 2 даме почему она не сработала или она сработала а ну давайте а да на той она же не сработает что на нем redstone факела поэтому он и не сработает значит мы убираем это все делал так ставим назад в основном факела и теперь давайте сделаем вот так сейчас это все назад восстановим всю батарейку вот так процент здесь у нас здесь кому блин я не знаю с честно как сделать получается если здесь мы загорится факел у нас давайте попробуем здесь поставить наши командные блоки вот тут на этих частях и сейчас я опять спущусь вниз скопили а контрол ци а да нет я смотришь смогу все верно вот так и и теперь поднимаемся вверх сейчас был факт профикси от себе ги голубеги сам не понял что сказал мне уже язык заплетается честно народ извините за то что оговариваюсь и запинаюсь очень это действительно очень морочное дело профикси профиксить все беги все баги что за мне все время оговариваешь ну да ладно так значит что у нас здесь у нас активировалось сюда да мы все активировалось давайте проверим как она это все будет рабить вот так давайте 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 давай 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 лир hayat давай и родимые все равно не заработала а если а если а если смотрите у нас же там загорается в акке ладно сколько и насколько я понял стоп и почему мне не отнимается а наверное оно больше значение взяло ну ладно сейчас может быть отнимется давай быстрее скорее всего я тут что-то сломал вот что это у нас ага батарейка у нас пустая то есть у нас забрались блоки а здесь наоборот должны были должен был выдвинуться блок то есть тут все должно действовать наоборот так давайте попробуем включить другой режим наоборот зарядки все IB1 работает то есть у нас по идее сейчас должен наш айфон заряжаться по идее да он заряжается вот как вы можете заметить постепенно по одной ячейчке оно все это заряжается и теперь когда у нас достигнет нашей отметочки а нифига 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 значит нам нужно здесь сделать вот так ctrl-a ctrl-c везде ой я придумал все я придумал народ значит мы здесь вот так поставим блоки здесь мы поставим redstone нет 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 не-не-не-не-не-не-не здесь мы поставим блок ну то есть наш стандарт херня вот это давайте сейчас отключим нашу схему уберем здесь блок этот вот и я блин опять запинаюсь мне кажется что я придумал как я это все сделаю то есть то есть то есть то есть то есть то есть у нас будет стоять нет все-таки не придумал как я это сделаю хотя хотя нет придумал сейчас попробуем сделать одну вещицу поставим здесь просто наш обычный полублок поставим здесь клое не придумал нет это будет слишком вот надо как то сделать так чтобы здесь редстоун не пересекался с вот этой вот штукой чтобы когда я его активирую вас активировался да уж так надо подумать надо надо хорошо подумать как это все сделать то есть у нас должен здесь активироваться редстоун да ммм я если честно даже не знаю как тут сделать что я вижу только один вариант здесь то переделать схему но я этого делать не буду я хочу как то может все таки можно это все сделать но я пока что не знаю как а если здесь поставить редстоун то есть вот что у нас получится да нет стоп нет все верно здесь у нас поставить редстоун сейчас если он потухнет нет мы сделаем вот так здесь я уже по моему придумал как это сделать то есть мы здесь просто поставим редстоун здесь поставим красный факел и возле этого красного факела командный блок нет ниже значит командный блок даже еще ниже вот таким вот макаром это мы все сделаем значит нет блин места вообще нету значит давайте сделаем тогда таким вот образом это все дело то есть просто возьмем выведем вот такой вот сигнал куда-нибудь вот сюда отдельно вообще и поставим здесь репитер возьмем наш командный блок вот так и вобьем его вот эту команду так стоп какая там команда забирает блок отсюда нет стоп я вообще что-то тут намудрил очень сильно получается у нас ага айп1 то есть она у нас заберет отсюда блок да вот ну а и если мы поменяем наше значение назад то у нас должно о у меня идея давайте сделаем здесь вот тут где-нибудь подальше отведем это все дело вот сюда вот сюда то есть вот когда мы будем включать наш то есть отключать наш рычаг у нас будет зарядки убираться блок то есть вот так у нас будет он а в разрядку наоборот добавляться то есть давайте это мы сделаем сейчас осуществим значит ставим здесь так и здесь мы поставим нет давайте здесь мы поставим генератор сразу короткого импульса чтобы не париться то есть мы сделаем это все дело вот таким вот образом и сделаем вот так и сделаем это все дело вот так то есть вот что у нас должно получиться то есть когда мы будем отключать наш рычаг точнее да отключать нет стоп значит все таки здесь нужно поставить поставим здесь сделаем вообще по другому сделаем вот так поставим здесь redstone факел здесь мы поставим генератор короткого импульса вот что у нас должно получиться так возьмем и поставим здесь два командных блока в одну мы вобьем вот эту команду в другой мы вобьем ту же самую команду только единичками то есть вот тут и вот тут единичку здесь мы поставим стандартный генератор короткого импульса вот такой и здесь проведем redstone то есть что нам это позволит когда мы будем отключать отключили наш redstone сигнал у нас подастся сигнал на этот командный пол у нас здесь поставится а здесь наоборот заберется вот так но есть еще одна проблема проблема в том что когда мы стоп давайте вообще это проверим сейчас я это все проверю там там же 1.1 да да 1.1 сейчас мы изменим все это там значение вот это вот подъемы меня немножечко бесит так давайте посмотрим сколько я снимаю снимаю я уже 35 минут нифига себе вот сейчас мы это все быстренько сделаем если что я без съемок это все сделаю значит так и здесь изменяем наше значение на единичку вот таким вот макаром вот и теперь давайте проверим то есть если я сейчас поставлю там командный блок у нас то есть вот здесь я поставлю блок у нас этот поршень заберет так проверяем да у нас он забрал как вы можете заметить вот он у нас его забрал ну а когда мы теперь подадим сигнал вот сюда ну то есть уберем то у нас почему-то поршень не задвинул этот блок а почему он его не задвинул давайте уберем с отсюда и опять попробуем то есть мы ставим а он подает сигнал но не значит здесь мы ставим вот так и вот так убираем здесь задержку и опять то есть вот у нас забрала да и при включении у нас опять пойдет то есть вот у нас пойдет разрядка нашей батареи а вот этот блок у нас должен быть вот тут вот теперь вот проблема номер два в моей голове это все выглядит очень просто но смотрите получается что мы сделали когда у нас так стоп надо это все хорошенько обдумать получается если у нас там батарея дезактивировано вот то есть она дезактивирована у нас должны командные блоки перейти вот в такое положение то есть у нас должен податься сигнал вот на этот и вот на этот они должны поменяться значит 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 нам нужно еще взять вот эту команду и там поставить еще один дополнительный командный блок чтобы у нас нет стоп а не все верно все верно да все верно я делаю значит нам нужно здесь поставить еще один командный блок рядышком давайте его тут влепим где-нибудь и в объем его так здесь какая команда я уже забыл по-моему единички да значит здесь мы в объем команду с двоечками и здесь наоборот ну здесь я не знаю как сделать здесь уже действительно места вообще нету вот и я не знаю если честно как тут сделать что сейчас я подумаю как это все тут сделать можно но пока что я тут вообще даже никаких предположений не вижу как это можно все осуществить если только нет здесь я не поставлю стол да поскольку у меня здесь будут активы ну а блин это вот еще с этой вот всей фигней там очень морочное дело серия будет где-то минут 50 длиться я не знаю скорее всего так и будет значит как тут сделать вообще я без понятия если честно давайте попробуем что ли как тут так сделать то все чтоб еще и здесь не пересекло здесь никак ты не сделаешь потому что здесь наш вот этот тут 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 значит а ну если мы поставим так полоте допустим ну допустим это мы уберем чуть по-другому мы это сделаем да допустим мы это проведем аж вот сюда нет мы это не проведем мы вот сюда максимум можем провести да помогем только сюда ну значит придется где-то оставлять как все и было потому что мы тут ничего не сможем сделать теперь мне нужно то же самое сделать но только уже с этой стороной я не знаю если честно как тут сделать что тут сделать но и я предполагаю конечно же о блин так а если мы поставим нет здесь у нас здесь у нас редстон проходит да здесь никак не получится обида здесь у нас тоже не получится никогда если мы сделаем вот так нет поставим как то как же тебе сделать то здесь ой здесь еще и редстон факел а если сделать где-то вот здесь поставить просто сделать вот таким вот образом то есть мы поставим вот так блоки да здесь поставить стол вводим давай давайте попробуем так 2 и здесь мы сейчас поменяем на единички значение 1 1 доу все вот так да давайте включим отнимание то есть у нас сейчас должны наши ячейки отниматься давайте пока вот это вообще уберем это нам пока что не нужно сейчас у нас как отнимание вклюк ну то есть у нас сейчас отнимутся наши ячейки то есть идет отнимание постепенно это естественно будет долго длиться сейчас мы проверим у нас они хоть отнимаются наши ячейки да у нас оно отнимается сейчас оно дойдет до вот этой вот ячейки и мы это все проверим как оно у нас будет работать сейчас оно доходит дойдет до последней ячейки и мы проверим это все дело так проверяем все а этот почему не активировался там по-моему я что-то не так вел или или все так вел стоп у меня появилась а нет там же факел твою мать тут же что этот факел он не мешает почему не активировался вот этот вот командный блок с командой вот этой так давайте активируем он не активировался отлично значит его мы убираем здесь у нас все сделано осталось только поставить так чтобы у нас активировался еще один командный блок то есть давайте сделаем это уже здесь то есть у нас уже здесь будет активироваться ячейка с нашей единичкой вот то есть уже здесь у нас она будет активироваться потому что я другого выхода не вижу так и так то есть вот что у нас получилось и теперь нам нужно еще одну штуку сделать ну вроде бы все в принципе по идее должно все работать то есть у нас включилась эта фигня вся давайте пополним наш нашу эту всю фигню нашу линию так сейчас мы это все так у нас же штамм отключилась да на этот то есть типа стало на восстановление значит мы включаем назад это все дело так давайте восстановим это сейчас быстренько все так сейчас проверить чтобы так еще видно было все так у нас дофига сразу всего активировалось ага ага то есть у нас должно наоборот это забраться все у нас пошла дезактивация потихоньку но это потому что я выключил нет стоп я включил оно должно все рубить ой блин народ честно я запутался уже так сейчас я проверю вообще как оно будет сейчас рубить это все дело я уже если честно запутался просто я у меня уже голова взрывается от этих всех рестовым схем командных блоков так сейчас дойдет до последней ячейки сейчас мы проверим вот эти две ячейки у нас должны одна активировать сначала единичку потом двоечку то есть все единичка у нас активировалась как можно заметить и сейчас двоечка заберется у нас по идее с последней активацией все двоечка у нас забралась ну и оставили единичка это уже пополнение у нас то есть все у нас дезактивировалось вот и теперь если мы включим пополнение давайте проверим пополнение наше так значит это мы наверное уже можем убирать вот таким вот образом значит проверяем наши все все наши команды все наши команды даже может сейчас если сработает то это просто шикарно и да еще надо будет вот эти вот кнопочки переместить на другую сторону это я тоже все время забываю сделать так проверяем работает ли наша вот эта вот последняя штука ага 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 и да еще я потом все это сделаю это я уже без съемок сделаю подключение чтобы у нас еще отключался гуинтерфейс все все по идее должно было сработать то есть у нас сейчас сейчас должно было все поменяться да но у нас все поменялось это все все хорошо все отлично по идее все работает ну что ж я думаю на этом закончу всем спасибо за просмотр подписывайтесь на канал ставьте лайки с вами был Джокер всем удачи всем пока